привет привет всем большой огромный я сегодня к вам с снова с шапочкой вы на канале Натали Мастер с вами Наташа давайте поговорим о том изделии которые я сегодня хочу предложить вам связать это универсальная шапка но она в тренде действительно потому что у нее оригинальная симпатичная макушка связана она просто лицевой гладью ничего сложного на круговых спицах также вы можете легко и просто связать ее и на двух спицах сделать шовчик например связать ее подлиннее чем я предлагаю и тогда этот шов можно на сборить на затылке и будет вообще классно смотреться но я естественно вяжу в круговую так и петли ровнее и так далее расскажу вам о всех нюансах и основная фишка этой шапки это конечно макушка тоже подробнее остановлюсь можете выполнить ее очень быстро любое цветовое сочетание вы понимаете что например серая черная с белым жемчугом будет смотреться ну просто классно представляете серая с белым у меня же она цвета такой фукси и жемчужинки разного размера и разных оттенков розовый персиковых потому что у меня был такой жемчуг вот я его использовала и скоро будет снуд к этой шапочке вот и все что хотела вам пожалуй сказать мне она очень нравится поэтому я и решила ее показать на канале давайте вязать вместе набираем на наши круговые спицы или же если вы вяжете не на круговых мы набираем 120 если не на круговых 122 и я на круговых набираю 120 и 1 петля для соединения в круг то есть 121 петля набираем и будем замыкать наше вязание в круг обычным способом делаем набор после того как мы набрали наши петли и петлю для соединения мы аккуратненько поворачиваем рубчик в сторону чтобы не было никакого перекрута во внутрь этот момент во многих моих видео есть как начало вязания шапки вот наша последняя петля и мы должны сделать очень простой прием мы левой петлей проникаем в эту последнюю петлю правы цепляем первым и протаскиваем ее в последнюю вот и все почему-то я это знаю точно подтягиваем хвостик готово многие кто даже хорошо вяжет давно почему-то не умеет этого делать это загадка но всякое бывает и теперь смотрите нам нужно вязать лицевой гладью 60 рядов ну это на ваше усмотрение может быть вы хотите более длинную шапочку или в обтяжку по голове моем случае 60 рядов первый ряд я вяжу не разворачивая вот эти петли смотрите да по кругу мы всегда должны развернуть я вяжу скрещенный а дальше следующий ряд и все остальные лицевой глади я буду вот отсюда вязать разворачивая лицевые петли почему я так провязываю только первый ряд для того чтобы лучше закручивался край видите он как бы сразу закручивается и здесь не стоит разворачивать чтобы более он такой был упругий правда ведь скрещенные петли они лучше дают более плотный более плотную посадку вот и все первый раз значит провязываем не разворачивая петлю остальные 60 ряд обычный лицевой гладью продолжаем вязать шапочку давайте померяем сколько у нас получилось уже видите я навязала лицевой гладью по кругу примерно 20 сантиметров должно быть до убавок до 20 сантиметров разворачиваем подвернутый край меряем 20 сантиметров в 60 рядах теперь в шестьдесят первом ряду будем делать убавки и так у нас 120 петель и мы должны отнять 16 потому что будем делать в четырех местах по 2 убавки так 4 4 4 4 4 петли у нас на эту идут оставшееся количество мы клинки делаем тоже на 4 получается у нас остается 120 минус 16 104 петли 104 мы делим на 4 клинья будут составлять в своем основании 26 соответственно петель давайте начнем делаем первую убавку для этого я разворачиваю обязательно петли чтобы все было красиво и без перекрутов провязываю вместе теперь убавку с поворотом направо я делаю нестандартно то есть чтобы сразу развернуть петельки и круговое вязание я вот так вот их переснимаю задом наперед навешиваю обратно и провязываю вместе лицевой мы сделали с вами одну двойную убавку теперь должны провязать 26 петель лицевыми и сделать то же самое делаем вот такие у бабочки в четырех местах в шестьдесят первом ряду мы в каждом ряду будем делать такие убавки вот смотрите шестьдесят первый ряд шестьдесят втором я опять подходя к месту бабок разворачиваю петли провязываю так потом в обратную сторону но своим способом я вяжу дальше мы провязываем смотрите каждый клин в каждом ряду мы для себя отнимаем 2 петли соответственно если мы в шесть в шестьдесят первом ряду провязывали 26 теперь минус 2 там с двух сторон убавляем каждый клин получается 24 24 лицевых убавки 24 убавки далее опять отнимаем открыли на два остается у нас 22 в клине провязываем 22 лицевые петли и так будем убавлять и убавлять каждом ряду продолжаю вязать по вторую петлю с наклоном вправо провязываем 24 лицевых и так как я вам объяснила мы дальше двигаемся каждый раз делаю убавки каждый раз уменьшая количество лицевых в клину а всего их 4 на 2 петли получается красиво посмотрите видите как линии такие убавка получаются аккуратные продолжила я вязать перешла на чулочные спицы так здорово получается обратите внимание дорожки примерила форму шапки просто классная вот этот модный силуэт таким пирожком на голове но в хорошем смысле этого слова когда по центру идет один шовчик и сбоку два то есть не вот так одевать а вперед одним швом вообще класс естественно вы можете не переходить на такие спицы вязать magic loop просто в моем случае достаточно плотная лесочка мне не хотелось все это толкать тягать на спицах я быстренько перешла на чулочные сейчас довяжу довяжу будем смотреть будем пришивать жемчужины вот самое интересное довязываем до тех пор пока на спицы не останется буквально 6 7 петель и крючочком соединяем заправляем на изнаночной стороне я слегка отпарила шапочку как видите закрыла здесь макушку и теперь нужно декорировать вы сами решите как лучше сделать самый простой вариант это крупные жемчужины наклеить на они наклеить а пришить конечно на большом расстоянии друг от друга по всей шапочки но у меня разного размера красивые качественные очень качественные жемчужинки я думаю я их пришью на большом расстоянии друг от друга в таком произвольном шахматном порядке по всей шапочки они разного диаметра и разных красивых оттенков фуксии некоторые даже бордовые есть такой комплект как-то так буду пришивать лучше всего это сделать моно нитью не такие тяжеленькие винти стеклянные скорее всего поэтому я не буду их много использовать и после того как пришью давайте посмотрим на конечный результат я сделала в то шапочки пришила бусины вот посмотрите как я их пришила нужно действительно оставлять большое расстояние между ними тогда будет смотреться классно они же крупные и сделала это равномерно по всей шапочке это требует времени потому что конечно нужно закреплять отдельно каждую бусину я думаю даже не стоит обсуждать этот момент ниточки я взяла под цвет шапки конечно вы можете использовать моно нить который тоненькую который пришивается бисер вышивки посмотрите какие замечательные шовчики вот 4 шва шапка сидит очень классно поверьте не пожалеете что связали сидит отлично и вот наши красивые швы 4 штучки вот и все давайте заканчивать я хочу вам сказать также что к этой шапке будет обязательно снуд очень классный это будет очень скоро а пока увидимся пока пока